В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Голодовка дольщиков жилого комплекса «Цветы Башкирии» продолжается уже в восьмой день. Протестная акция началась 13 августа. Люди пытаются привлечь внимание властей к проблеме долгостроя. В голодовке по-прежнему участвуют шесть человек. Они расположились в одном из недостроенных домов жилого комплекса. По словам дольщиков, на данный момент они не видят какого-либо серьезного внимания к своей проблеме. В последние несколько дней никто из представителей властей с ними не связывался и механизмов достройки домов не предлагал. За эти дни несколько человек по состоянию здоровья покинули место голодовки, но место выбывших занимают другие дольщики. На площадку несколько раз экстренно вызывали медиков. Дольщики подтверждают, что акция будет бессрочной и продлится до того момента, пока совместными усилиями не найдут выход из сложившейся ситуации. На данный момент свое жилье ожидают порядка 400 граждан. В Государственной Думе России разрабатывают законопроект, который внесет поправки в законы о торговле и о защите конкуренции с целью снизить долю присутствия крупных сетевых ритейлеров с 25 до 15 процентов, коснуться нововведения населенных пунктов, где проживают менее 20 тысяч человек. По мнению авторов законопроекта, сегодняшние правовые нормы не позволяют развиваться малому и среднему бизнесу, потому что крупные ритейлеры имеют фактически монополию на рынке. Предприниматели, в том числе из Башкортостана, не раз обращались с этой проблемой к властям. Напомню, некоторое время назад представители торговой сети «Магнит» получили уведомление антимонопольной службы о запрете на открытие новых магазинов в ряде населенных пунктов республики из-за слишком большой доли на рынке муниципалитетов. Федеральное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует включить в новую программу по сносу аварийного жилья дома, построенные в 40-х и 50-х годах прошлого века. Это так называемые «сталинки». Об этом сообщает агентство «Россия сегодня» со ссылкой на главу министерства Владимира Якушева. По новой программе под снос попадут двухэтажные бараки сталинского периода, рассчитанные на 12, 16 или 18 квартир. Действовать новая программа расселения аварийных домов начнет со следующего года. Она будет носить бессрочный характер. Сносу по программе подлежат здания, признанные аварийными после 2012 года. Ранее власти совершали демонтаж только тех домов, чьи ветхость и аварийность определили ранее этой даты. Напомню, что в программе сноса появится нововведение. Собственники квартир в аварийных домах смогут самостоятельно реконструировать свое жилье, либо снести и построить на освободившемся месте что-то новое. О том, как торгуются акции республиканских компаний, сегодня и ситуации на валютных рынках, нам расскажет ведущий специалист Роскомснабанка Юлия Гемаева. Сейчас она выходит на прямую связь со студией РБК Уфа. Юля, здравствуй. Ждем последнюю информацию. Добрый день, Олег. В понедельник американский доллар сохраняет свои позиции выше уровня 67 рублей. В данный момент основная валюта укрепляется на 0,15% до отметки 67 рублей 13 копеек. В то же время европейская валюта снижается на глобальном рынке Форекс, что дает возможность рублю укрепиться против евро на 0,22% до отметки 76 рублей 53 копейки. Торги на российском фондовом рынке стартовали в начале недели умеренным ростом. Индекс МАЭКС подрос на 0,6%, достигая отметки 2268 пунктов. Индекс РТС закрепился в положительной зоне на 1,1%, достигнув уровня 1065 пунктов. Ход торгов в акциях Башнефти не претерпел значимых изменений. Стоимость акции сохраняется на уровне закрытия пятницы. Так, обыкновенный выпуск продолжает торговаться по 1957 рублей, привилегированные по 1665 рублей за акцию. На рынке нефти Иран вновь заявляет о недопустимости увеличения добычи нефти членами ОПЕК ввиду ограничений, наложенных США на Иран, в том числе и по поставкам нефти на внешние рынки. На данной новости нефть Сорта Брент подрастает на 0,43% до отметки 72 доллара 10 центов. Нефть Сорта Лайт в плюсе на 0,23% и торгуется по 65 долларов 90 центов. Олег? Спасибо, Юлия. На прямой связи со студией РБК УФА была ведущая специалист Роскомснаббанка Юлия Гемаева. И на этом пока все. Оставайтесь с РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова